В прямом эфире РБК Уфа. Я Екатерина Тверяева. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Двум экс-полицейским, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы, продлили арест. Решение вынес Советский районный суд Уфы. 51-летний Эдуард Матвеев и 50-летний Салават Галеев останутся в СИЗО до 31 мая. При этом, по данным агентства ТАСС, сторона защиты намерена обжаловать приговор. Еще один подозреваемый, 34-летний Павел Ярамчук переведен на домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья. По предварительным данным, у него обнаружили опухоль мозга. По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года трое высокопоставленных правоохранителей изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. По словам потерпевшей, все произошло в здании ОМВД по Уфимскому району. После задержания полицейских уволили из органов. Дознавательницу также уволили за распитие спиртных напитков на рабочем месте. Врачам, которые работали в Сибае, вручили госнаграды. Церемония прошла в администрации главы Башкортостана. Почетные грамоты республики и благодарственные письма главы Башкортостана вручил Ради Хабиров. Напомню, с 15 января по 22 марта в период неблагополучной экологической обстановки в городе из-за загрязнения воздуха диоксидом серы в Зауралье была направлена врачебная бригада ведущих медицинских организаций республики. За весь период в городе прием ввели 180 специалистов. Во взрослой и детской поликлиниках Сибае работали токсикологи, пульмонологи, офтальмологи, аллергологи, инфекционисты, профпатологи, педиатры и терапевты. Как раз вот в вашей слаженной работе, что МЧС организовал все, давал правдивую, прозрачную информацию, мониторинг осуществлял, что медики организованно выехали. Ведь никто не сказал нет, никто не сказал, не поеду я в этот за почти 500 километров куда-то, тем более, что и воздух, как говорят там, соответственно, ну вот, наверное, слышали, там ужасные вещи рассказывали. Спасибо вам большое на самом деле. Врачами было принято около 20 тысяч человек, в том числе свыше 7 тысяч детей, более 11,5 тысяч взрослых. Территория опережающего развития Кумертау расширяют виды экономической деятельности. В моногороде увеличивают перечень видов деятельности, а также снижают входные параметры для резидентов по числу рабочих мест и объема вложенных инвестиций. Такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам создания и функционирования ТОР. Ожидаемый эффект от принятых решений – увеличение числа инвесторов. В моногород должны прийти новые резиденты. Прогнозируют еще порядка 60. Сейчас их число в 9 ТОРах составляется выше 180. Поэтому предложено правительству снизить условия по входу в ТОР и расширить виды экономической деятельности для инвесторов. Фонд развития моногородов готов предложить бизнесу имеющиеся меры поддержки, в том числе беспроцентный займ. Кроме Кумертау комиссии принято решение по моногородам. Глазов – Республики Удмуртия, набережные Челны Республики Татарстан, Новотроицк, Оренбургской области и другие. Впервые в Башкортостане составлен рейтинг муниципалитетов по итогам деятельности в первом квартале этого года. Данные представил исполняющий обязанности вице-премьера, руководителя аппарата правительства Башкортостана Илшат Тажетдинов. Мониторинг проводился по 64 показателям для муниципальных районов и по 57 для городских округов. Приоритетных направлений 4 – качественная жизнь, талантливые дети, эффективный муниципалитет и территория роста. При этом муниципалитеты разделили на три группы района с центрами городскими поселениями, сельские муниципальные районы и городские округа. Чиновники обсудили показатели муниципалитетов, которые вошли в зеленую и желтую зоны. Тем руководителям, чьи территории оказались в красной, рекомендовали усилить работу и устранить причины. В зеленую зону по итогам первого квартала вошли Бураевский, Зилаевский, Иглинский, Кигинский, Краснокамский, Салаватский, Стелитомахский, Хайбуллинский, Чикмагушевский, Чесминский, Давликановский, Мелиузовский и Учалинский районы и города Кумыртау и Октябрьский. Мы эту работу будем продолжать. Наверное, для вас тоже не секрет, что рейтингование подвергается и деятельность главы субъекта. Вы знаете, недавно президент принял решение и определил 15 направлений, по которым будет оцениваться деятельность главы каждого субъекта Российской Федерации, в том числе главы Республики Башкортостан. Поэтому это нормальная практика для того, чтобы все-таки мы, во-первых, понимали, где мы отстаем и, может быть, где-то подталкивали. Предварительные итоги подведут по итогам первого полугодия 2019-го. Власти опубликуют результаты всех муниципалитетов. Далее РБК-события Ялтинский форум. Оставайтесь на РБК.